На Байкале стартовала очередная экспедиция по запуску нейтринного телескопа. Она организована Объединенным Институтом Ядерных Исследований, научным центром, в котором трудятся почти 100 физиков-ядерщиков из Казахстана. Уникальный в своем роде и уникальный телескоп для регистрации частиц нейтрина расположен на дне озера Байкал на глубине больше километра. О вкладе наших ученых в изучение космоса с помощью элементарных частиц в следующем сюжете. Байкал ГВД – один из трех действующих нейтронных телескопов в мире, объединенных в глобальную сеть. Прибор создан для регистрации малоизученной космической частицы – нейтрина и находится на глубине одноименного озера. В организации работы уникальной установки задействованы казахстанские физики-ядерщики. Они ведут исследования на базе Международного научного центра в Дубне. Детекторы нейтрина устанавливают на дне Байкала по нескольким причинам. Это самое глубокое озеро в мире. Кроме того, здесь чистейшая вода. Уровень проводимости световых лучей очень высокий. Внимание изучению нейтрина уделяют неспроста. Элементарная частица из космоса – уникальный носитель информации. С ее помощью ученые надеются понять фундаментальные законы физики и строения Вселенной. С точки зрения современной науки, самые фундаментальные частицы вещества – это кварки и лептоны. Перед наукой стал вопрос, как их исследовать, ведь они неуловимые. Это стало возможным с появлением ускорителей высокой энергии. С помощью адронных коллайдеров частицы выбивают при высокоэнергетическом столкновении. А детекторы телескопа на Байкале ловят те частицы, которые нейтрино выбивает при столкновении с молекулами воды. Соответственно, наше исследование, оно может быть полезно для изучения, дополнения теории нейтронных звезд. Казахстан по количеству сотрудников в Объединенном институте ядерных исследований – вторая страна после России. Здесь трудится порядка ста казахстанских физиков. Они намерены внести весомый вклад в развитие крупной исследовательской инфраструктуры и расширять пул уникальных установок класса Мегасайенс.